На днях в центре зимних видов спорта состоялось вручение палок для скандинавской ходьбы. От депутата Московской областной думы Александра Орлова для проекта «Активное долголетие» было передано 75 комплектов снаряжения. Мы с каждым годом видим, как количество участников активного долголетия растет, что очень сильно радует. Поэтому сегодня депутаты Московской областной думы поддержали решение о выделении денежных средств для соцзащиты, для закупки спорта инвентаря. И сегодня в Дмитровском округе мы сейчас торжественно передали в «Активный клуб долголетия» в соцзащиту 75 таких комплектов, чтобы наших участников становилось с каждым годом еще больше, чтобы поддерживали этот здоровый образ жизни. И мы видели такие здоровые, замечательные улыбки и горящие сердца наших ветеранов, наших участников клуба «Активное долголетие». В мероприятии приняли участие заместитель главы администрации Дмитровского городского округа Елена Виноградова, начальник Дмитровского управления социальной защиты населения Ирина Складчикова и исполняющий обязанности начальника управления физической культуры и спорта Дмитрий Буров. Новые комплекты палок для скандинавской ходьбы на время тренировок будут выдаваться тем, у кого нет своих. Каждый желающий может стать участником проекта «Активное долголетие» и «Клуба северной ходьбы». Перед посещением комплексного центра социального обслуживания населения «Дом доброты» необходимо записаться. Зима всегда такой очень активный период, хотя, казалось бы, это странно, но тем не менее, пенсионеры всегда более активны зимой и всегда у нас много всяких мероприятий и тренировок. В ближайшее время, возможно, в Березовой роще у нас бывает такой карнавальный заход в костюмах, это уже третий год. Кроме того, завтра мы едем в Талдом по приглашению центра социального обеспечения, тоже на карнавальный заход в парке, на такую дружескую встречу. Кроме того, у нас много так называемых заочных марафонов. Вот сейчас у нас несколько человек участвуют в марафоне Ирины Эдуардовны Слуцкой. Ну и еще много-много программ. У нас сейчас, кстати, марафон 100 километров от Рождества до Рождества будет, где каждый участник должен пройти за 13 дней 100 километров. То есть у нас и такие есть. В настоящее время скандинавская ходьба является достаточно популярным и доступным видом физической активности. За последние несколько лет появилось много новых участников клуба северной ходьбы в городе Дмитров. Перед началом тренировки проходит обязательная разминка. В этот раз в ней приняли участие около 50 человек. Попала я на скандинавскую ходьбу через знакомых. Это, конечно, великолепная вещь просто. Ира, у нее такая энергетика, что мы все к ней тянемся. Вот вы не представляете, это просто... Поднимаешь себя дома, вот иногда встаешь, думаешь, ну не пойду. Потом думаю, нет, ну как же, там Ира. А приходишь, и когда заканчивается занятие, думаешь, господи, как же хорошо, что ты пришла сюда. После занятия такое вдохновение, забываешь, что сколько тебе лет, и какое у тебя состояние, и на следующие занятия мы просто бежим. Так что это замечательно. Все, кто меня слышит, приходите, никогда не пожалеете. Это самое-самое настоящее занятие для пенсионеров. Ну вообще и не только.